В августе следующего года жилой фонд самоуправления пополнится домом на улице Ерико, 28, где будет 71 квартира. Здание, в которое в настоящее время ведется реконструкция, в четверг 26 ноября посетили председатель Рижской думы Нелушаков и заместитель председателя Рижской думы Андрис Америкс. Три основных инструмента это строительство новых домов, это перестройка бывших общежитий, как в этом случае, и ремонт отдельных квартир. Сейчас в этом году у нас в основном это было как улица Агла, у нас Ерико, соответственно, ремонт. Этот дом стоит примерно 1 300 000 домского бюджета, ну, соответственно, здесь 71 квартира, однокомнатные квартиры, то есть рассчитанные на ту социальную группу, которым эта помощь нужна. На улице Ерико, 28, находится трехэтажное здание. В свое время на первом этаже этого дома располагался участок полиции Визрамского предместия, а на верхних этажах служебная гостиница. Когда строение перешло в собственное самоуправление, было решено сделать из него жилой дом. Изначально по заказу Департамента по охране окружающей среды и жилищным вопросам Рижской думы разработку проекта поручили архитек. Однако впоследствии было решено доверить реализацию этого проекта муниципальному предприятию «Рига Спилсет Бувнекс». Он какое-то время простоял в таком полуразобранном виде, и для этого мы должны дополнительно проверять все конструкции этого дома, чтобы убедиться, что все в порядке, и максимально мы стараемся сохранить то, что возможно, сохранить от тех времен и той, может быть, архитектуры, которые там есть, там есть некоторые арки, которые мы пытаемся сохранить. Это те остальные сложности, которые есть, но они как раз из-за того, что мы хотим, чтобы она осталась в этом духе, в котором она была. В основном дом, в принципе, в хорошем состоянии, и работа предполагается хорошо. После проведения конкурса «Рига Спилсет Бувнекс» заключила договор о проведении строительных работ с фирмой «Велве», которое для внесения изменений в проект и его согласования в стройуправе привлекло Озола Энт Була архитекту Беройс. В настоящее время в здании укрепляются строительные конструкции, ведется перепланировка помещений, замена окон и восстанавливается крыша. В здании будут оборудованы однокомнатные благоустроенные квартиры. Предполагается, что для арендаторов проживание здесь будет экономически выгодным, так как отопительная система в квартирах будет оборудована аллокаторами, которые позволят выбирать наиболее приемлемый для каждой квартиры режим отопления и рассчитываться только за реально потребленный объем тепла. Кроме того, будет установлена система автоматического считывания показаний счетчиков потребления воды. Как сообщили представители Рига Спелс и от Бувнекс, предприятию удалось достичь соглашения со строителями о 10-летней гарантии, что является большим достижением, поскольку обычно срок гарантии на строительные объекты составляет только два года.